ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Обновленный Хёнде Санта-Фе представит в начале осени этого года. Среди внешних изменений большая решетка радиатора, Т-образные ходовые огни, увеличенные колесные арки, иные бамперы и так далее. Внутри, например, исчез рычаг коробки переключения передач. Вместо него появились специальные клавиши и поворотный селектор. О стоимости новинки пока не сообщается. Текущая версия Санта-Фе стоит у нас минимум почти 2 миллиона 200 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Рестайлингу подвергли и Ауди Кью-7. Полноприводный премиальный кроссовер уже в продаже по цене почти от 5 миллионов рублей. Он обзавелся большой восьмиугольной радиаторной решеткой, другими бамперами, фарами и фонарями. В салоне цифровая приборная панель и другая торпеда с двумя сенсорными дисплеями. Машина оснащается шестицилиндровым дизельным мотором мощностью 249 лошадиных сил. Трансмиссия – восьмиступенчатый автомат. ТРАССА СТО ОДИН У «Лады Гранты» появилась еще одна коммерческая версия – удлиненный фургон. Конструкцию, одобренную «Автовазом», выпускают в Нижнем Новгороде. Скоро машина должна появиться у дилеров марки. Точных технических характеристик новинки пока нет. Сообщается лишь, что такая «Гранта» может перевозить, предположительно, до 780 килограммов груза. По оценкам специалистов, автомобиль будет стоить в районе 800 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН В апреле и в мае в нашей стране резко подскочил спрос на дома на колесах. По данным агентства «Автостат», рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 40%. Специалисты объясняют это тем, что многие россияне поняли, что в ближайшее время им не светит отдых за границей. Поэтому они решили поколесить по просторам нашей необъятной Родины. Обходится кемпер нашим соотечественникам в среднем в 700 с небольшим тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Иностранные номера автомобиля – это панацея от писем счастья? Точно так же думал и молодой житель Омска, пока его не остановили автоинспекторы. Оказывается, все его проделки на дороге, превышение скорости, проезд на красный и так далее складывались в отдельную папочку специально для машин с госномерами других государств. За два месяца «Лихач» накопил почти 150 штрафов на общую сумму 216 тысяч рублей. Нарушитель заявил, что отлынивать от их уплаты не будет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН